Испенская в поисках молодого друга. Об этом она рассказала нашему корреспонденту на открытии своего караоке-бара. И, конечно же, спела свой вечный хит к единственному нежному. А будут ли в репертуаре заведения хиты модной нынче Ольги Бузовой? Сейчас узнаем. Пока старшее поколение звезд отдыхает на диванах, начинающие артисты берут микрофоны и проверяют на прочность новую караоке-систему. Сегодня нас ждет насыщенная программа. Караоке-бар – это такое место, где каждый становится вокалистом, даже если не умеет петь. А поставьте мне, пожалуйста, мало половин. Ну, Ольга Бузова, как это нет? 617-38! Так какой репертуар будет в топе в этом заведении? Спрашиваем напрямую у хозяйки. Пожалуйста, нет проблем. Нет проблем. Пойте, делайте, что хотите. Гуляйте, танцуйте, веселитесь до утра, до последнего клиента. Любой Любонькой пришла тяжелая артиллерия. Стас Михайлов, Александр Буйнов, Сергей Крылов и блестящая глюкоза. У нас есть удивительное место, где мы можем петь песни Любой Спенко и не только. И первая песня несложно догадаться. С коротким именем Любовь. Для нее и Стас Михайлов. Хидить светому нежу, веку по полю снежному, как будто в супом вежу, люблю я. Любимец всех разведенок обещает заглядывать на огонек. Не часто, правда. Когда я буду в Москве, если у меня будет хорошее настроение, для этого много не надо. Посмотрите, какая компания замечательная. Мы, правда, часто в Москве не бываем. Зато Сергей Крылов, исполнитель хита «Девочка моя» всегда в Москве. Я видел, как на нее смотрят люди, которых Алла Пугачева назвала настоящими полковниками. Знаешь, да? И когда я выхожу на сцену и целую ее, я с ее разрешением, я понимаю, как много людей мужского пола взяли, мне завидуют. Еще бы не позавидовать. Известная певица, отлично выглядит, да еще и со своим бизнесом теперь. С такими темпами очередная звездная свадьба не за горами. Если вот мне хочется выйти замуж за Филиппа Киркорова, я ему завтра приду и сделаю предложение. Понимаете? А хочется? Пока нет. Я не готова, я хочу молодого. Артем Ковишов, Евгений Вашуркин. Программа «В теме». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова